здравствуйте дорогие друзья сегодня 30 октября 2018 года и сегодня в этот день по всей россии отмечается день памяти жертв политических репрессий и сегодня здесь вот за моей спиной центре культуры родина состоится мероприятие которое организовано общественной организации реабилитированное руководителем которого является анатолий николаевич кислицкий по традиции после мероприятия состоится поминовение тех кто пострадал от репрессий кто не вернулся домой братья казаки сегодня мы члены общественной организации политических жертв политических репрессий реабилитированные муниципальное образование город курорт анапа собрались в этом зале по случаю проведения всероссийского дня памяти жертв политических репрессий это наша с вами уже 18-я встреча сегодня в зале присутствует заместитель главы города курорт анапа вячеслав анатольевич вов александр александр иванович смирнов заместитель председателя совета муниципального образования город курорт анапа арсеном азаскович эльян председатель правления цанг имени александр иванович эльян александр иванович рехмус председатель центра немецкой культуры надежда людмила михайловна кузенко руководитель управления социальной защиты населения департамента социальной защиты краснодарского края и присутствует наталья александра бодришова я правильно был начальник клиентской службы управления пенсионного фонда российской федерации по городу курорт анапа присутствуют атаманы и казаки анапского районного казачьего общественного общественного организации значит наша с вами встреча проходит по благословению благочинного анапского районного района протеерея отца виктора на встрече присутствует священник свято-анувшинского храма дьякон иоанн традиционно нашу встречу мы начинаем с молитвы поэтому попрошу всех встать прошу на молитву сегодня в календаре действительно травмная дата день памяти жертв политических репрессий трагические события прошлого нашей страны коснулись многих наших соотечественников в семьях которых были или сосланы или расстреляны отданы дома дети самые страшные предвоенные годы было практически полностью уничтожено казачество обескровлено крестьянство политическим гонением репрессиям были подвергнуты врачи рабочие учителя интеллигенция поэтому 30 октября навсегда останется для нас днем памяти о миллионах искалеченных судей российский день памяти жертв политических репрессий установлен постановлением верховного совета россия от 18 октября 1991 года об установлении для памяти жертв политических репрессий в россии этот день отмечается ежегодно 30 октября 30 октября 2001 года по инициативе атамана навска районного казачьего общества владимира петровича верстуна состоялась наша с вами первая встреча посвященной памяти жертв политических репрессий это день для нас с вами тяжелый день траура по родителям родственникам и близким подвержившимся физическим и моральным унижениям расстрелам высылки необжимые места экспроприации имущества домов скота всего домашнего хозяйства нажито тяжелым трудом наших любимых бабушек и дедушек казаки анапского района в 2001 году взяли на себя ответственность и возродили деятельность нашей честной организации создателем которой был константин харламович такси почему казаки так поступили а потому что это наиболее пострадавшая часть населения россии от государственного террора направленного против собственного народа наша прошлогодняя встреча проходила накануне столетия великой октябрьской социалистической революции ее зарождение ход и итоги широко освещали в средствах массовой информации из которых мы узнали много о том если сопоставить все предоставленные нам факты то можно прийти к выводу что она нам не нужна была в России и народом ее населением ее нам навязали одним из исполнителей этого плана мирового плана подчеркиваю был Лев Давидович Бронштейн спрятавшийся под фамилией Троцкий это он прибыл из Соединенных Штатов Америки в Петербург на пароходе вместе с тремя сотнями своих соплеменников одеты в кожаные тужурки делать революцию сначала в России а затем перенести пожар революции в соседние страны и тем самым совершить мировую революцию а то что в этом пламени погибнет русский народ ему было глубоко наплевать так вот наша нынешняя встреча мои много уважаемые члены общественной организации реабилитированные братья казаки проходит накануне столетия начала геноцида против казачества этот геноцид является следствием Великой Октябрьской социалистической революции не было бы революции не было бы и геноцида а кто же развязал этот геноцид его развязал Яков Бойщевич Розенфель я настоящие фамилии их называю более известный под фамилией Свердлов занимавший в то время постпредседателя президиумов ЦИК то есть главы Советской России главы государства глава государства развязал подписал циркулярное письмо о массовом уничтожении казачества собственного народа это разве глава государства? именно он 24 января 1919 года подписал циркулярную директиву оргбюро ЦК РКПП предписывающую провести массовый террор против казачества то есть чуть менее чем через 3 месяца исполнится 100 лет этой директивы Бронштейн Труцкий писал о казаках это своего рода зоологическая среда и не более того вы поняли с чем сравнил? очистительное пламя должно пройти по всему тону и на всех навести страх и почти религиозный ужас старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции он жил в обиход термин устроить карпаген казачеству почему же такое отношение к казачеству? да потому что казачество было оплотом государства российского значит надо было этот оплот подрубить чтобы рухнули все государство а то что казачество вписало себя золотыми буквами в историю России его не интересовало казачество расширяло границы нашего государства Донской атаман Ермак Тимофеевич присоединил Сибирь атаман Хабаров освоил Хабаровский край атаман Дежнев дошел до мыса названного в его честь казаки покрыли себя неувядаемой славой во всех войнах начиная с Куликовского сражения Наполеон столкнувшись в 1812 году с казачьими частями признал что это лучший род легкой кавалерии казаки верой и правдой служили России и вере православу поэтому я повторяюсь врагам России необходимо было уничтожить опору государства главным инструментом в этом у советских правителей Абранштейн Троцкий занимал в то время пост председателя Ревбоэнсовета то есть руководил всеми вооруженными силами советской России стали так называемые интернационалисты в карательных отрядах преобладали латыши евреи, китайцы и матьяры ну мало кто знает матьяры это те же делали другое название это касается исполнителей они исполняли его а теперь коснемся организаторов в прошлом году на встрече я довел до вас следующие цифры из 37 высших генералов НКВД в ноябре 1935 года 19 было евреев а русских украинцев и белорусов вместе взятых было 10 в процентном отношении евреев 51% а русских 27 причем в те годы евреев среди всего населения страны составляли 2% 2% русские вместе с украинцами и белорусами 80% 2% руководят практически всеми остальными считаю необходимым добавить что народным комиссаром внутренний дел был генеральный комиссар государственной безопасности и Ягуду Яноха Гершанович известный под псевдонимом Ягода теперь вопрос а кто же руководил репрессией и проводил эти репрессии в жизни в 30-х 35-х или 37-х годах дальше теперь анализируем состав высшего политического руководства страны возьмем состав политбюро ЦК РКПБ избранного 25 марта 1919 года членами были Каменев, Кристинский, Ленин Сталин, Троцкий кандидатами Бухарин, Зиновьев и Калинин из 8 человек 5 евреев 62 с половиной процента 2 русских это Ленин и Калинин и один в Грузии Восемьи Сергеевич Сталин для интереса приведу следующие факты Возьмем Калинин Михаил Иванович тоже с той же самой национальности как правило все они стали женами во втором браке я могу из всего алюминия циферки кое-какие данные привести вот вам фактические руководители России после смерти Сталина Хрущев был заинтересован свалить все на предшественника преувеличить масштаб жертв хотя сам принимал активное участие в репрессиях есть записка в которой он секретарь коммунистической партии Украины просил увеличить количество расстрелов Сталин написал резолюцию успокойся дурак я об этом слышал давно но говорить не мог фактов ну у меня документальное подтверждение этого нет и вот сейчас я могу сослаться на это это написано в статье трагедия народа газета аргументы факта номер 43 от 2018 года значит был такой факт до сих пор нет никаких никак историки не могут найти точные цифры о количестве репрессивных в 1954 году для Хрущева подготовили справку подписанную генеральным прокурором СССР министром внутренних дел и министром юстиции в ней сообщалось что с 1921 по 1953 годах по статье 58 это контроляционная деятельность брони народа осудили 3 миллиона 777 тысяч 380 человек к высшей мере наказания приговорили 642 2980 человек есть еще одна справка с которой в начале 90-х выступил начальник комитета государственной безопасности председатель точнее КГБСЦ Владимир Куличков 3 миллиона 778 тысяч 234 осуждены по статье 58 из них 786 тысяч 98 человек приговорены к расстрелу ну даже одна жизнь человеческая это уже трагедия а здесь сотни тысяч под миллион на предыдущих встречах мы много говорили о результатах репрессий на Кубани у нас высылали целые станицы Полтавскую а вслед за тем Медведовскую Кургубскую Иринскую Успенскую вот у меня в руках рукой написана записка моего товарища кубанского родового казака кубанского со Ставатитаровской вернее Новатитаровской станицы он пишет я из казачьей семьи это мой товарищ Усков я из казачьей семьи и у отца и у матери все были казахи мои родословные около тысячи человек ну все все дерево это выписано в 1933 году деда с женой и шестью детьми в том числе моя мать выслали на Гулым тут наверное есть люди с Гулыма глухое место в тайге Красноярского края поездом из станицы Новатитаровской их везли месяц до Ачинска в Ачинской пересыльной тюрьме их помыли и всех в том числе и женщин постригли на голову а мать моя пока стригли первую шеренгу женщин перешла во вторую замотала голову платком и потом встала к тем кого обстрелили только через месяц показала на свою казачью косу ниже коля женщины отступили в баржу из Ачинска погрузили на баржу и потянули на Гулыму во время плавания матросы плясали под баян а на корабле и на барже умирали голодные и слабые ночью наскочили на берег и баржа оторвалась один матрос прыгнул на баржу и стал бросать веревку на деревья вдоль берега бросить а дерево нагибается а он снова бросает и сумел привязать баржу двое суток парахлот худел один длинный гудок два коротких приехал мужик на лошади с большим колесом срубили молодую березу надели колесо на этот обругу лошадь пошла по кругу и баржу сняли смели а пока возились на берег вынесли умерших и прикопали приплыли на пустое место выгоревшая тайга поставили палатку и так образовался поселок полевой о нем даже устал женицына упоминается ближе к сентябрю примчался какой-то комиссар страшно матерился и сказал что через неделю снег пойдет срочно копайте землян из речного камня делали печки китаровская казачка яландская была хорошим печником она и в станице после войны станичником много печей сложила окна в землянке окна в землянке не было окон вместо дверей рельгно всех мужиков гоняли на лесопровал женщины собирали черемшу ловили рыбу выжигали корни мой дед декабре 33-го года умер похоронили его в общей яме мороз был под 30 градусов я погоду в архиве в интернете нашел и стали разбегаться мать моя 300 км в атаке с проводником на санях и с женщиной с ребенком до станции мать мать и анна тоже весной 34-го года добралась до станицы но в подворье уже отдали другим и стали они мыкаться вот в интернете я нашел общую могилу деда там стоит кедровый крест сегодня я расскажу какие результаты репрессии мы имеем в Забайкалье в частности Газимура в заводском районе откуда родом мой дед Иван Иванович Козлополов рядовой 2-го аргунского полка Забайкальского казачьего власти раскулаченный в 1933 году приговоренный к высшей мере наказания к расстрелу замененного высылкой 200 стильей в Северный Казахстан сначала немного истории в октябре 1650 года в пределы Забайкаль Забайкаль вступил отряд и низейского сотника Петра Ивановича Бекетова ну наверное одна фамилия с нашего фамилии Бекетова а может быть и корни уже в 1704 году через 51 год как вступили первые казаки в стройч вступил Нерчинский серебро-плавильный завод в период 821 года через 17 лет было выплавлено более двух тонн серебра и 276 тонн свинца в то время Северная война шла все это нужно было свинец и серебро здорово надо в дальнейшем было построено еще пять заводов одновременно прокладывались дороги осваивались пашни обосновывались деревни число которых непрерывно росло Забайкаль успешно развивалась осваивалась казаками под руководством царя батюшки но наступила революция замутили народу голову мозга это лозунгами заводы рабочие землю христиан началась гражданская война когда брат пошел на брак со своими родителями я думаю что и нашим родителям не стыдно за нас за своих сыновей и дочерей мы с вами придя на смену своим родителям достойно работали в народном хозяйстве или служили вооруженные силы СССР Родина для нас это не страна пребывания где с питанием хорошо это значительно больше как писал Константин Симонов Родина это не дом городской где ты празднично жил а эти проселки что держали в Родине с простыми крестами их русских могил род Родина и родители имеют один корень все здесь все здесь сидящие достойно представляют своих родителей но некоторых позволю перечислить всех невозможно конечно это Бойко Михаил Иванович потомственный казахстанец Гастагаевский участник Великой Отечественной войны семьи Великой Отечественной войны родившейся в Свердловской области Менщикова Зинаида Александровна блокадница Ленинграда кроме всего прочего что она пережила Маганду Аркутитович и цепель сета ветеранов Станицы Анавской Газиева Людия Алиевна награжденная медалью за доблестный труд Бездер Лидия Ивановна из села Браздник Анатолий Григорьевич родившийся в Архангельской области организатор вчерашнего праздника посвященного 100-летию Комсомола замечательный праздник был всех всех кого назвал и обид Людмила Савельевна Людмила Савельевна встаньте вот она почетный гражданин города курорт Аната тоже из репрессировок всех кого назвал и не назвал являются настоящими патриотами Отечества и нашей малой Родины Кубани служат примером добросовестного отношения к выполнению обязанностей гражданина России а значит являются примером достойного подражения для подрастающего поколения уважаемые друзья 18 лет мы с вами совместно проводим Всероссийский день памяти жертв политических репрессий навожу до вашего сведения что с декабря прошлого года мы наконец официально зарегистрировались как общественной организации при поддержке Владимира Петровича и Версуина мне пришлось в ноябре-декабре многократно выезжать в Краснодар для решения вопросов регистрации получить ружьё купить 18-летнему пацану в Керчи было легче чем зарегистрировать нашу общественную организацию раз в пять лет представляете не так давно привели в порядок памятник жертвам политических репрессий сейчас он при помощи дизайнера раз Юрия Шиевича приобрёл законченный вид в центре стены окремлённой колючей проволокой застрявшая пуля это очень символично я так считаю и не только я многие ежегодно 24 января наши казаки собираются возле него и поминают безвиновые годы репрессий заканчивая свое выступление хочу поблагодарить всех присутствующих за то что нашли в себе силы и пришли на нашу встречу хочу выразить благодарность нашим активистам Муратовой Людмиле Анатольевне Литик Людмиле Ивановне Петаниде Александровне Берглеу Ольге Тимофейне Кочергиной Нине Павловне Толмачёва Любовь Павловне ну многим другим особую признательность выражаю руководителям управления социальной защиты населения Министерства социального развития семейной политики Краснодарского края в городе Курорта Анапа это Гузенко Людмиле Михайловне присутствует специалист постоянно здесь работает каждый год вот кроме этого я благодарен администрации города Курорта Анапа конечно сегодня тех трудностей которые вы испытали я довел до заместителя главы сразу я думаю до Полякова завтра будет уже все будет известно вот но в любом случае управление культуры и администрация нам помогала и помогает на мои обращения реагировать все правильно и все и все и и